Проверим подбородок Харди сегодня Невероятно здоровенный, конечно, парень Грег Харди, который вынужден даже гонять немного веса, чтобы уложиться в рамки тяжелой весовой категории the official frozen meal of the UFC Never just eat, devour And now, this fight is three rounds in the UFC heavyweight division Introducing first, Vyling Out of the blue corner, an undefeated mixed martial artist holding a perfect professional record Six wins, no losses He stands, six feet tall, weighing in at 262 pounds Игорь Негода. Игорь Негода. Ну что ж, первый поединок основной части турнира. Харди Кастро, посмотрите разницу в габаритах. Заряжается при этом именно Де Кастро. Пошел вперед Йорген Де Кастро. Отличный лол-кик. Несмотря на то, что у нас только меньше, вообще не теряется. Посмотрите, как здорово двигается Грег Харди. Для человека таких габаритов. Есть ощущение, что у них двукратная разница в размерах просто. И Харди действительно очень быстрый, легок на ногах для такой вот массы. И с каждым боем надо отдать должное. Грег Харди благодаря своим тренерам прибавляет. Он просто не поднял, а по часам. Он уверенно действует джебом. Он здорово работает. Футворк у него существенно улучшился за последний даже год. Да, он выглядит как человек, который типа, по идее, должен рассчитывать на один случайный удар благодаря своей массе. Но нет, вот решил Харди сделать акцент именно на технике. Правда, Кастро его сейчас, конечно, гоняет нехило. В прошлое попадание чуть ли не выбило капу даже изо рта у Грега. Вот опять же, угрожает Йорген, угрожает. Довольно опасно выглядят его размашистые удары. Да, в своем предыдущем поединке Йорген Де Кастро наглядно продемонстрировал, что бывает, если нестись на него сломя голову. Хорошая точность ударов у Де Кастро, хороший тайминг. Он очень расчетливо действует. Сейчас Де Кастро просто закрыл глаза и выкинул два удара. Так что, значит, расчетливости, наверное, он с тобой не согласен. Но Харди пока еще, видимо, не прочувствовал мощь Де Кастро, потому что с приоткрытым ртом наступает. Довольно так, небезопасный стиль сейчас у Грега. Руки низко. Мыкнул хай-киком даже в блок. Зарядился сам, но и пропустил. Сейчас пытается по максимуму использовать свое преимущество в рище Грег Харди. Иногда получается вот сейчас достаточно рискованно вот так вот уходить после ударов, как делает Грег, один из ударов Юргена Де Кастро вполне, возможно, догонит его челюсть. Как когда-то челюсть Андерсона Сильвы догнали руки Криса Вайдмана. Я думаю, что позволять себе такой клоунады, как Андерсон Сильва, Грег Харди явно не собирается. Дышит, кстати, непросто так Грег Харди. В пустую арене это бросается в глаза, слышно. Оступился, по-моему, Грег Харди. Такой ракурс был, что мы не увидели, было попадание от Кастро или нет. Пишет Майкл Биспинг, что... Ну что ж, кто-то в этом бою будет вырублен. Посмотрим. Сегодня уже было, да, несколько раз. Пока предпосылок нет. Несколько раз, но я имею в виду, было сегодня такое, что мы ждали страшный нокаут чуть ли не на первых секундах, а слышали практические решения или, как мы не увидели, третий рам. Пытается нагнетать Грег Харди раз за разом. Именно он главный агрессор в этом поединке, а Де Кастро уже привычно действует в основном на контратаку. Да, работает вторым номером, ждет, пока Харди ошибется, чтобы его настичь, чтобы вложиться с обеих рук мощнейшими ударами. Ну и действительно, руки у Де Кастро вылетают с бешеной скоростью. Вот как сейчас, пошли, пошли. И уже Харди попал, посмотри, разозлился, пошел вперед сам. Причем очень низко держит Грег в руки. Вообще не боится. Неплохо сейчас отыграл. Когда Грег Харди сокращает дистанцию, все-таки разница в размерах между этими двумя тяжеловесами видна невооруженным взглядом. Она просто огромная. Поверил в свои силы Грег Харди. В прошлом эпизоде вообще убрал руки практически. Уходил головой от ударов. Но у него это получалось. Однако, будет ли это работать всегда? Большой вопрос. Ну, надо сказать, что челюсть Грега Харди уже проверена боями в UFC. Проверена топовым тяжеловесом Александром Волковым, например. И никаких проблем. Ни разу его UFC карьере еще не было. Все-таки в тяжелом весе лучше не зарекаться по поводу крепости челюсти. Даже самые стойки бывают пропускают. Те самые удары. Но у нас пока только первый раунд. И Харди во второй его половине, в принципе, отыграл все, что пропустил на старте. И, возможно, даже забирает этот бой. Раунд уж точно. Хай-хик выбросил Грег Харди. Достаточно резко и неожиданно. Лей Органа Де Кастроану благодаря друг другу за проведенный раунд и направляется по углам. Это винлайн тайм. Время ставить. Даже сегодня. И получать кэшбэк 5% от депозита. Винлайн. Кэшбэк 5% каждый день. Подвигаться, то он тебя не достанет. Расслабленным выглядит Йорген Де Кастро. Хотя и уже чуть призадумался. Не слишком здорово прошло для него первый раунд. И посмотрите, как свеж Грег Харди. Хороший лоу, кстати, сейчас от Де Кастроан. Да, и посмотрите, какая гематома уже. Чуть выше колена на левой ноге у Грега. Вот лоу-киков Йоргена Де Кастро. Ну и Грег сейчас от души вложился с правой ноги. Пропускает еще один удар. Пока Харди действительно неплохо двигался. Пошел в атаку Де Кастро. Как и в начале первого раунда, у него сейчас на старте все получается. Выжидает возможности для атаки Грега Харди. Чуть активнее, кстати, во втором раунде начинает именно Де Кастро. Понимает он, что надо перехватывать инициативу. Возможности поймать челюсть Грега Харди может так и не предоставиться. Хорошая атака в исполнении Харди. Очень резкая. И моментально он уходит с линии атаки обратно. Знаешь, сбавил обороты Харди после пропущенных двух лоу-киков в начале. Во всей верместной, действительно, он их прочувствовал. Потому что, мне кажется, он и замедлился немного. Ноги стали чуть-чуть более деревянные. И сам перестал лезть на рожон. Супермен панчет тяжеловеса габаритов Харди. Это суперредкость. Еще один лоу попытался провести Де Кастро, но скользь попал. Даже такая тактика постоянно нам акцентирует внимание на этом ушибленном месте. Даже такая тактика контр-атак в исполнении Де Кастро, она постепенно приносит свои плоды. Другое дело, что по очкам вполне возможно выиграть она не позволит. Но половина боя даже еще не прошла, так что не обязательно по очкам. Де Кастро до сих пор имеет шанс срубить. А он это делает обычной. Перед вторым раундом подсказывали Грегу Харди, что может быть нужно разнообразить чуть-чуть и почаще бить двойки. И вот сейчас несколько раз попытался это сделать. Американский тяжеловес. Через экватор. Плэдинга мы только что перевалили. Во втором раунде еще менее понятно, кому отдавать победу в таком бою. Если в первом там постоянно кто-то лидировал, здесь у нас много таких элементов. Эпизода с затишьем. Пристреливаются бойцы, долго думают. Харди перестал работать агрессивно первым номером. Очень мало стал давить. То ли устает, то ли чего-то ждет. Да, и те удары, которые он выбрасывает, которые проходили в первом раунде, уже не долетают до головы Де Кастро. Может быть не такие резкие они уже. Не исключено, что дело как раз таки в ноге. Но не факт. Узнаем после боя, а пока. Поединок продолжается. Де Кастро опять же начал раунд хорошо. Первый 30 секунд так активно работал, шел вперед. Но вот сейчас опять только стоит и ждет, пока Харди ошибется. Сам вообще ничего не предпринимает. Удивительно дисциплинированный спортсмен в том, что касается во всех случаях смешанных единоборств. Грег Харди, помимо того, что регулярно пашет, как сумасшедший на тренировках, вот то общение с прессой, которое было во время медиа дня, просто в высочайшем уровне профессионалом Грег Харди предстал. Он слушал одни и те же вопросы и постоянно на них отвечал. Когда, может быть, многие другие в тех условиях, в которых приходится проводить этот турнир, может быть, и закончили бы конференцию раньше. Это, видимо, школа национальной футбольной лиги НФЛ. Подсказывают сейчас Юргену Де Кастро. Не совсем понятен язык. Но, видимо, чуть подгоняют его, поскольку достаточно пассивен он в последние полторы-две минуты. Да я бы сказал побольше. Последние минуты три уже Де Кастро ушел на второй план настолько, что вообще забыл, что ему нужно атаковать. Харди, конечно, тоже каким-то танком здесь не назовешь. Он делает все необходимое для того, чтобы забрать раунд. Пытается, как минимум. Один у другого уточнил. Ты в порядке? Он говорит, да. Странный диалог получился. Не нужно забывать и о том, что для Грега Харди каждый 15-минутный бой – это невероятно важный опыт. Для человека, который несколько лет назад начал заниматься и делать первые шаги в смешанных единоборствах. Ну, в принципе, впитывает как губка, да. И на старте карьеры Харди сбился там по 50 секунд, по 17 секунд, по 40 секунд. Естественно, из таких боев много опыта с собой в копилку не утащишь. Решил Декастер, не дослушав то, что ему говорит угловой. Кстати, интересно, что сейчас с ним говорят на английском языке, но во время боя подсказки изучат на другом языке. Видимо, другой человек из зала помогает Декастере. Ну да, родной язык для Декастера именно португальский. Вполне возможно, подсказки идут как раз на нем. Как попадает Харди моментально. Да, решил сам начать. Он, видимо, запомнил, что Кастро всегда атакует на первых секундах. И сейчас сам пошел как раз-таки. И Кастро проснулся. Ну и Харди старается не теряться. Опасно начинается. Вот это все нагнетает атмосферу Декастера. Харди выглядит тоже заряженным. Да, очень неплохо начал третий раунд. И Декастера, ну... И Харди, в принципе, очень неплох. Другое дело, что Декастера до этого был совсем пассивен, поэтому на контрасте он выглядит, конечно, активнее. Интересно, что Грег Харди, когда ему задали вопрос, насколько важно для тебя, что этот турнир будет проходить без зрителей, ведь ты звезда, бывшая звезда NFL, ты привык выступать перед огромными аренами. Но сказал Грег Харди абсолютно спокойно, говорит, я дрался на контракте развития, дрался на таких аренах, где было и по 10 человек, и по 20. Я привык к этому, и для меня это, в общем, не играет большой роли. К тому же добавил, что, говорит, когда я вхожу в клетку, для меня абсолютно все равно, что там происходит снаружи, я вижу только соперника. Ну, есть наверняка определенная степень лукавства в этом, но наверняка недалеко от правды. Во всяком случае, те слова про не слишком заполненные арены, когда только начинал свою карьеру в ММА Грег Харди, это чистая правда. Вот опять Декастер в начале 20 секунд пытался орудовать, пытался взрываться, несколько таких размашистых халатушек запускал по воздуху, не по воздуху, но хотя бы это дело. И вот проходит минута со старта раунда, и Декастера уходит в пассив. Лоу-кик, хороший. Мне кажется, что у Грега Харди реально большие проблемы из-за этих пропущенных ударов. Очень интересно послушать, как он расскажет после боя о своей увиденной ситуации, почему он тоже там замедлялся периодически, и как ему эти удары приходились. В Твиттере, например, почти все писали сейчас из таких известных персонажей, из звезд, о том, что за удары у Декастера по ногам Харди. Так что все заметили происходящее. Совсем по-другому передвигается Грег Харди. Первая половина первого раунда, это был прям другой спортсмен. Ему, что ноги задеревенели у него. И банально устает. Опять такое сближение, попытались обменяться. Легко довольно Харди ушел. Поскользнулся сейчас Декастера, никто никого не срубал. Но Грег Харди на страже, чтобы уйти в атаку вниз. Редко он оказывается в партере. Сейчас у него есть возможность попробовать. Смотрите, что сделал. Прихватил одну ногу и пробивает по бедру. И показывает сейчас Хёрб Дин, что либо ты продолжаешь, либо даешь ему подняться. Пока продолжает. Не может определиться Грег Харди, как ему лучше. Но с другой стороны, вот сейчас, во время происходящего, он в принципе зарабатывает себе очки. Так что если вот так еще две минуты Декастера полежит, скорее всего Грег Харди просто победит в этом бою. Да, и я думаю, что прекрасно отдает себе отчет Грег Харди в том, что опасен Йорген Декастер только на ногах. Но при этом Грег Харди не рискует лезть вниз. Возможно, боится нарваться на какой-нибудь аппкик или на что-нибудь еще. Но вот так. Напоминает Хёрб Дин, давай работай или пусть поднимается. Но все-таки Грег Харди говорит, пусть поднимается. Надоело. Видимо, зарабатывать очки таким образом. Ну, тоже можно выразить респект Харди за то, что готов рискнуть. 75 секунд остается у Йоргена Декастера, чтобы хоть что-то сделать в этом поединке. Судя по всему, по очкам победа от него ускользает. Для 120 кило неплохо в третьем раунде. За минуту до конца боя у Харди вылетают руки. Я предполагаю, что он ган, но на таком же хронометраже вряд ли будет орудовать так же. Да и обратите внимание, как на ногах неплохо работает Грег Харди. И особенно с учетом того, какая гематома у него чуть выше левого колена. Видимо, это специфика именно американского футбола, где тебе нужно быть и быстрым, и сильным. А не как в других видах спорта, где ты либо быстрый, либо сильный. В истории UFC достаточно много бойцов, которые имели опыт выступлений на высшем уровне именно в американском футболе. Давайте вспомним и Брэндона Шауба, был такой и Вэс Шиверс. Но продолжает угрожать Харди. Не получается на него попадать, но хотя бы работает первым номером. Де Кастро просто встал, и у него какой-то ступор. То ли он боится нарваться, то ли что, но вообще не атакует. Вот уже там 3-4 минуты Де Кастро. Опять же, 30 секунд со старта раунда все в порядке. Де Кастро угрожает, грозится декутировать. Потом этому парню выключают какой-то рубильник, и он забывает, что ему тоже нужно драться. Спрашивает Де Кастро сейчас, как твоя нога? По-моему, Грег сказал, ты порядочно зарядил. Но подробности узнаем только в интервью. Потому что есть все основания быть довольным собой у Грега Харди и у его тренеров, в общем, тоже. Конан Силвейра, тренер Американ Топ Тим, обнимает своего подопечного. Ну, а закончу я свою мысль в полку тех, кто выступал в НФЛ. Есть еще и бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Лесснер и Мэтт Митрион. Так что вполне хватало в истории UFC тех, кто прошел жернова отбора в лучшую футбольную лигу мира. Вот Грег Харди, следующий на очереди. Хорошее выступление. Такое качественное, во всяком случае, для человека, который совсем недавно пришел в этот спорт. Ну, приятно видеть, что вот буквально через секунду этот нейтролист, теперь шутят, прикалываются и его бахохочут. Приоделся Юрген Де Кастро, но у нас несколько секунд до объявления результата. Продолжение следует...